всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать расклад который вот прям меня воодушевил очень-очень название вы его видели да какие энергии сейчас рядом с вами как вы с ними взаимодействуете работать будем на 5 колодок потому что энергии которые я ощущаю сейчас вашем поле они абсолютно разные и так кто наблюдает какими колодами работаю я это эпическое таро таро привидений танец шамана логинова таро небо и земля и таро шаманов вот пять колод который я выбрала на самом деле знаете мне захотелось какую-то одну такую темную жесткую потому что здесь присутствуют какие-то энергии в поле достаточно такие мужские жесткие темные но поскольку мне нельзя работать с темными колодами я их не покупаю но сегодня на самом деле я прям почувствовал такой знаете вот необходимость мужской какой-то такой жесткой колоды но ладно посмотрим что нам скажут колоды которые я выбрала и три позиции как обычно тайм-коды в описании голубенькие красненькие зелененькие камешек 1 2 и 3 позиция выбирайте определяете ставьте на паузу если вам не хватает время а мы без промедления приступим позиция номер один голубенькие камешек и давайте посмотрим какие энергии сейчас рядом с вами несколько секунд я хочу просто сонастроиться дело в том что здесь интересные энергии перемен триплет открывает дьявол но здесь не про зависимости здесь знаете у меня ощущение того что вы как будто бы сейчас либо проработали либо прорабатываете какие-то свои зависимые сценарии здесь даже и не не про зависимость какой-то а то что вот вы долгое время знаете тянули как будто бы на себе сейчас вы эти оковы сбрасываете то ли через осознание то ли потому что время пришло но здесь идет вот как будто бы избавление от каких-то скорее всего больше здесь идет процесс осознания у вас да когда вот прям четко почувствовали что вот то что сейчас либо раньше вы как-то делали поступали до ваша какая-то модель поведения она вам уже не нужна то есть как будто бы знаете вот вы насытились да и поняли внутренние ваши изменения и вы поняли что больше вот что-то мне не хочется либо такого аналогичного проживать либо так себя вести а вот здесь как будто бы сбрасываются какие-то оковы вы нацелены сейчас на данный момент час какие-то этап у вас когда вы адаптируетесь я бы так сказала приспосабливаетесь выживаете выживаете не в плохом смысле в смысле именно адаптации к новым каким-то моделям поведения себя как-то проявление себя в этом мире почему я так говорю потому что пятерка мечей в колоде эпического таро она изображается в виде икара и если вы знакомы с мифологией то более такой глубокий смысл заключается в том что да однозначно я хочу свободы я хочу вылететь из того лабиринта в котором проживал икар со своим отцом но было очень важное предупреждение которое говорил о том что нельзя подниматься слишком высоко к солнцу чтобы солнце своим теплом не растопила воск до из которого были сделаны слеплены крылья икара но с другой стороны нельзя было летать слишком низко над поверхностью моря чтобы капли воды не намочили опять-таки перья и не утонул самый кар здесь нужно было знаете найти вот как-то вот золотую середину и вот это вот балансировка и мифическое животное здесь в классике она изображается как рыцарь мечей как разки направлена на то что знаете вот я хочу выйти из того состояния в котором я уже был хочу выйти вот из этой жизни которая меня раньше как-то тяготила знаете это вот такое ощущение что вроде бы раньше как-то я жила с этим да а теперь я вот оглядываясь назад не совсем понимаю а зачем то есть ради чего почему я так именно поступала вот здесь как будто бы у вас глаза открываются да вы как будто бы прозрели и вы понимаете что нет я уже не хочу вы вроде бы раскачали какие-то свои убеждения ограничивающие вроде бы вышли из каких-то из привычного своего образа жизни да здесь здесь какое-то вот взросление произошло внутреннее ощущение состояния вашей души и вы вышли в новое и вот то новое в которой вы вышли условно говоря какое-то свое свободное парение да здесь даже не плавание а именно парение и вот здесь вот важно как-то вот поймать потоки воздуха да какие-то холодные какие-то горячие где-то выше ниже и вот вы как будто вы знаете стараетесь адаптироваться в новом вот этом вон своем пространстве воздушном да как вам быть как вам летать да вот вы пробуете здесь здесь даже не новизна а здесь именно какая-то вот про какой-то практичный аспект именно земной да вы не парите в облаках вы не фантазируете не мечтаете не воображаете а вы как будто бы достаточно так практично и более осознанно подходите каким-то вещам да вообще ну то как вы сейчас живете вы как будто бы точечно знаете не просто спонтанно получилось получилось а вы и даже это не не заранее продуманно а вот как будто бы вот вас инстинктивно ведет вот это надо сделать да и вы так об да оказывается вот это именно вот это вот позиция она была правильная да как-то вот с выгодой для себя с ценностью себя вот здесь какие-то такие энергии идут хорошо какие еще энергии чувствую расклад будет большой какие еще энергии вы проживаете сейчас вот до повторения скорей с ним повторения подтверждение того что вы плывете в новое но знаете не не сами управляя то есть ваша задача сейчас как будто бы знаете быть достаточно пассивным и при этом осознанным пассивным в контексте ничего не делать чтобы не приносить какое-то свое сопротивление до туда куда ведут вашу душу с этим связана пассивность а с другой стороны быть осознанным знаете вот открытыми глазами смотреть с открытыми глазами смотреть на все а то есть быть готовым что у меня выведут в нечто новое не просто меня тащу а меня именно ведут да то есть здесь какая-то вот синергия ваша должна быть на поскольку вам еще не совсем понятно куда вас сейчас виду да вы немножко найти как-то грустить и нету понимания вот что-то сейчас происходит да идут разрушения и каких-то кризисных моментов знаете я бы сказала иначе я бы сказала идет какое-то вот очищение вот реально очищение вашей души что ли от ненужного чего-то да то что долгое время тащили на себя на себе не все вы понимаете да здесь такой интересный момент головой не понимаю но внутри четко ощущаю что я на правильном пути и если вот вас спросить почему откуда ты это понимаешь вы вы не сможете ответить на этот вопрос да потому что я не знаю но я знаю что вот кто-то обо мне заботятся и меня ведет туда куда нужно но туда куда вас ведут это какой-то новый уровень да то есть у вас нету аналогов примеров привести тому чтобы понять вот куда вас сейчас выведут еще какие энергии конечно же солнце ну вот смотрите очищение в контексте очищение вашей души да то здесь вот оттачиваются и отрабатываются ваши теневые аспекты вас на самом деле ведут к зрелости душевные зрелости к самости к целостности до психологической чтобы к этому прийти вы должны принять в себе все теневые аспекты которые у вас есть вот вам их сейчас периодически и здесь по ощущениям два момента либо вам их показывают и вы окей соглашаетесь принимаете потому что если вы не примете вы уходите в темную сторону именно гордыни и эгоизма либо вы знаете вот что-то всплыло вы это не совсем понимаете но вы это отпускаете вот здесь вот такие моменты что как будто что-то вырезали до какой-то какой-то орган что лишь то-то отжившие не нужно я не знаю вот как аппендицит что-то вырезали вы не не делаете надрез до чтобы как по-русски биопсия я не знаю чтобы посмотреть чем это наполнен вам не нужно то есть если это вышло да вы просто избавляетесь от этого вы просто убираете то есть вы не копаетесь в том мусоре в котором вы который вы собрали в какой-то сетку да и мешок я не знаю и хотите выбросить то здесь этого не нужно всплыло убрасываете до убираете отпускаете либо если можете осознать осознаете здесь у вас идет перерождение здесь вас ведут к зрелости кстати а то что долгое время было а это непосредственно связано с вашим отшельничеством долгое время вы были в отшельниках долгое время знаете занимались как-то самокопанием самопознанием и в конечный момент просто слишком погрузились в этот процесс и перестали жить перестали взаимодействовать социумом слишком ушли в себя вам стало комфортно в этом и где-то здесь появился уже какой-то вот диссонанс да то есть отдалились от социума и это тоже пошло перекос здесь такое ощущение что вот у вас сейчас идет процесс выравнивания ушли немножко в тень ушли немножко вот в эти копания бесконечные погружения анализ самопознания и вам это уже не во благо да то есть вы настолько устали от этого да почему потому что во первых вам вы не видите результата потому что вы идете вглубь а чтобы увидеть результат вам все равно надо подняться на поверхность так вот у вас сейчас на эту поверхность и хотят выбросить вот что касается того куда вас ведут а знаете вас ведут скорее всего к состоянию любящего человека да вот именно к пониманию что такое любовь в общем да не какому-то конкретному человеку даже не к себе а именно вот к этим состоянием гармоничным приятным мягким женским наполненным да когда человек живет вот именно состоянием комфорта и гармония самим собой знаете к че который опирается на интуицию то есть вот эти вот ваши отголоски самокопания они будут выражаться как в том что вы больше ориентированы на прошлое они на будущее и вот здесь вот вам это нужно как-то выровнять немножко да чтоб вашей жизни и появилось это будущее потому что вашей жизни очень много прошлого очень много опыта и вы как будто бы знаете как рак не то чтобы пятитесь вы спиной идете в будущее не совсем правильная позиция вам нужно развернуться а если даже вы лицом пойдете в будущее да то все равно вот какой-то вот багаж да что то что-то тащите на себе хорошо вот такие вот вас энергии сейчас окружают если их как-то вот обозначить сразу скажу есть вот то что я сначала почувствовал марсианские энергии разрушения это однозначно такие огненные которые вас сжигают что-то даже не обжигает а сжигает разрушение должно быть такое что-то жесткое да есть также энергии воздуха которые знаете вот просто то что сожглось вот дым остатки вот эти вот они просто выветривают вот есть немножко энергии воды такое знаете чтобы воздуха как туда выветрился да чтобы как-то немножко увлажнить чтобы он был маленько свежестью наполненный вот но однозначно здесь вот не напоминает это все знаете когда человек был долгое время в реанимации потом лежал в больнице и вот ему пришли и сказали благие новости о том что вас уже выписывают да вы здоровый человек вот в одеты уже выйти из этой больницы да когда вроде бы вот уже настрой есть да я уже в принципе ощущаю себя достаточно хорошо выздоровевшим человеком но все равно вот эта вот атмосфера больницы она все равно еще присутствует на то есть такое ощущение что вот я приду домой первое дело что я делаю я искупаюсь я сниму себя вот эту вот энергетическую грязь и информационную составляющую вот именно больницы да вот вы сейчас вот в таком моменте да что вот я сейчас приду домой искупаюсь вот уберу вот это вот все на чужое и и вообще будет здорово и вот я начну вот вот сейчас какие-то такие энергии как они влияют на вас но смотрите вот всегда наверное по первой позиции люди такие у меня достаточно зрелые проходят в этой колоде таро шаманов двойка бубнов говорит о том что вот смотрите вот человек да он сидит и за ним значит окно закрыто да но при этом растение цветет и вот и он находится вот в состоянии дзен и здесь ощущение вот очень пересекающиеся с отшельником почему потому что окно закрыто да то есть этот аркан нам хочет сказать о том что научись слушать научись слушать себя до вовремя выходи из этого затворничества от этого уединения здесь знаете вот красоту своей души нужно почувствовать а у вас она какая-то вот бесконечная песо на пропасть столика вот вы в нее упали и летите 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 а вот здесь как будто бы нужно и не знаю радости жизни красок не хватает влияет однозначно на ваши изменения вот чтобы вот вас вытащить из вашего отшельника и аркан мира да чтобы завершился этот этап то есть здесь идет полное какое-то завершение у вас как еще влияет на то чтобы вы знаете не то чтобы у вас изменились уроки какие-то да то есть как раньше вас учили вот именно познанию себя так она и есть сейчас только влияет это эти энергии на то чтобы вы наконец-таки оставили прошлое позади и пошли в новое но не просто оставили как сбросили груз а именно нашли примирение вот внутри себя вот эту вот гармонию да какое-то успокоение вот на что влияет сейчас но однозначно с заделом на будущее да чтобы в будущее вы смотрели то есть все что а раньше было вот прям вам как будто бы говорят все ну списывается это хватит уже нечего там копаться уже нечего разбираться уже и так много знанию опыта да вот нужно идти просто принять да принять не разбираться а принять вот принять себя нового того как кого вы есть как каким вы являетесь кем вы есть и пойти в новое так и вот на этой колоде я посмотрю так посмотрела на это на это да а чего хотят чего хотят эти энергии вообще от вас повешенный знаете пересмотр сделать какой-то пересмотр последний почему связаны знаете здесь какой-то вот глубокий глубокий урок у вас проходит я не удивлюсь если этот урок мистический вы его можете не с нас не осознавать но он действительно какой-то вот такой знаете сакральным потому что вышел повешенный и верховная жрица верховная жрица это тайные знания и повешено нас тоже говорит о каких-то духовных знаниях о связи неба и земли здесь вам нужно будет как-то знаете вот то что я говорила до соединить вот эту вот двойственность в себе принять в равной степени не выделять что вот это темный аспект и я от него отказываюсь нет и и я не иду опять-таки чисто в свет вам это не нужно вообще не нужно выбирать какую из сторон темный либо светлый он просто нужно быть и понять что и то и другое имеет место быть но здесь какой-то вот такой сакральный глубокий урок знаете то чему вы очень долгое время сопротивлялись вот я не знаю с чем это связано ваше сопротивление но они что хотят силы от вас чтобы вы поняли что для того чтобы наполниться так как вы хотите чтобы стать вот этой зрелой личностью здесь урок у вас она идет на самость вот на психологическую зрелость да здесь вам нужно понять вот это вот глубокий сакральный смысл именно соединение в себе и единство всего со всеми я понимаю что сейчас говорю какие-то пафосные слова но я надеюсь что вы меня поймете потому что здесь действительно вот какой-то вот эзотерические да здесь здесь у меня короче говоря не проходит простые люди да то есть люди которые не не понимают себя здесь нет таких людей если вы к этой категории относитесь это не ваша позиция здесь люди которые четко осознают глубокий смысл жизни да для чего человек живет как уметь принимать в себе и темные стороны и светлые стороны да здесь люди которые проходят которые вот понимают смысл жизни что есть жизнь как устроен этот мир как вообще я должен жить здесь очень древние души проходят которые высокого порядка у которых есть высокий уровень осознанности здесь вас учат именно пониманию себя до того вот найти вот этот вот баланс внутри до осознание того что ваше внутреннее состояние оно формирует ваш внешний мир если кто-то задается вопросом как это делается это не ваша позиция здесь вот те кто слушает четко знает насколько их внутреннее настроение их внутреннее вот мироощущение мировосприятие насколько они это видят все во внешнем мире здесь человек который например идет я не знаю супермаркет и получается так что на кассе его либо там обсчитывают да либо что-то не дают здесь человек не задается этим вопросом почему это со мной произошло потому что он четко понимает что вот вот это вот причинно-следственная связь где-то я сам себя обманул где-то я сам себя в чем-то ущемил то есть вот эти вот внешние проявления это как отражение внутреннего состояния и это не не теория а эта практика здесь человек глубоко осознающий и понимающий себя здесь ваш духовный рост вы должны выйти на другой уровень но вас туда не пустят до тех пор пока вы не примете то с чем вы сопротивляетесь и боретесь то есть какая-то ваша часть даже не одна а много частей между собой они противоборствующие потому что они противоположные вот вам не нужно бороться а нужно понимать что каждая часть имеет свой смысл свою задачу и надо просто уметь пользоваться этими частями здесь как-то так очень глубоко философский идет 1 1 позиция мы с вами переходим позиции номер два красненькому камешку так какие энергии сейчас рядом с вами двоечки посмотрю двойки периодически у меня меняются я думала может быть все таки скажу что-то другое выпадает двойка кубков как ни крути не верти какие энергии сейчас рядом с вами знаете энергия любви энергия любви гармония доброты и чистоты вот вот какие были по крайней мере вот ваша природа такие и остались здесь идут энергии с одной стороны любви гармонии и узнать какого-то внутреннего равновесия да с другой стороны здесь есть еще какие-то обязательства до связанные социумом с проявлением себя в социуме но здесь вот однозначно вы как будто бы ушли в какую-то тишину до в какой-то вот свой внутренний мир хочется сказать знаете вот ощущение какого-то такого анабиоза когда эмбрион в утробе матери созревает на то есть он вроде бы есть и это вроде бы будущий человек но при этом вот он находится вот какой там таком знаете спящем состоянии но он не спит он он созревает вот здесь вы как будто бы ушли вглубь себя внутрь себя нет ли анализа нет для работы нет как будто вы знаете созреть что ли до нужного времени вот когда время придет тогда вот я не знаю это напоминает какое-то семя которое вы сажаете в землю и вот и семя начинает прорастать росток и он четко знает куда ему нужно идти на свет но вот момент пока он выйдет на поверхность до земли этот росток есть какой-то вот период вот этой вот темноты да когда он идет я не знаю куда я иду я не знаю куда я расту но знаете вот в записи его днк есть вот это вот программа что тебе нужно идти на свет и он четко понимает куда он идет но вот это вот пауза какая-то темная да вот здесь какие-то энергии такие ощущения того что хочется тишины хочется спокойствия хочется здесь не про лень а здесь вот именно внутреннее состояние и понимание что нужно как-то замереть на какое-то время да вот ничего не делать именно неделание какое-то это с одной стороны а с другой стороны у вас это не совсем получается потому что есть какие-то обязательства есть какие-то действия которые ну вот вас немножко гнетут да то есть вам как будто бы не дают полностью уйти в этот анабиоз да вот в эту вот спячку да а поддерживают здесь ощущение как раз и вот этого вот эмбриона что он не сам питается вот именно связь через пуповину с матерью да она ему подпитывает здесь вот эти вот ваши обязанности они как будто бы вас держат ну придерживают удерживают не знаю держит назвать как хотите это какой-то вот ваш канал социум то есть если бы его не было и вы бы как будто бы оторвались полностью от жизни а вас надо вот периодически как-то подпитывать и вот это вот ваша подпитка она идет через обязательства до которые вас удерживают с социумом какие еще энергии рядом с вами знаете вот мне так показываю знаете такой жест вот тишины да так тихо да не буди никогда ребенок спит да то есть но создай тишину не надо вот здесь какие-то такие энергии убаюкивающие безусловно на энергии защиты да то есть вас защищает вы не просто так шли-шли по улице да легли где попало и заснули нет безусловно это место безопасное безусловно вас сохраняет но вот какая-то вот тишина на здесь не показывают лес и ночи какая-то вот тишина но она такая знаете вот окутывающая теплая при полной луне вот я сказала да его на на двойку кубков выпадает у меня шут обнуление но здесь обнуление не в контексте начало чего-то нового и пошел дальше в движение а здесь шут говорит о том что в твоем мире будет происходить то тоже чем ты наполнен так вот сейчас вы наполнены тишиной сейчас вы наполнены каким-то вы знаете спокойствием и фоном вот все у вас идет фоново нету такой активности и она вам не нужна то есть не надо знать вот такое ощущение не не сбивайте вот это состояние не думайте о том что вот если я сказал тишина надо двигаться куда-то бежать нет сейчас не то время когда нужно заниматься этим сейчас вот идет знаете вот как раз вот момент перерождения здесь надо бережно к себе относиться постараться заниматься чем-то таким благостным для себя приятным для себя не тут не делать каких-то резких движений да не делать акцент на внешнем мира больше на свое внутреннее состояние на сохранение именно вот этого вот спокойствие и тишины здесь как будто бы знаете с одной стороны и идет ну вот опять скажу этот образ просто потому что мне его очень ярко показываю до эмбрион в которого закладывают вот в момент когда он растет в него закладывают какую-то информационную программу да то есть вот на основе днк формируется его кокон и вот здесь у вас энергии сейчас такие которые закладывают вас новую какую-то программу это когда вы сдаете компьютер на перепрограммирование да на на то чтобы сделать апгрейд на обновить но нужно какой-то периода когда компьютер вот не рабочий и в него вот закладывают вот эти вот программы причем программы такие знаете знаний да вот именно новые программы куда вам идти как вам идти здесь как будто бы с вас считывают ваш прежний опыт да забирают освобождают место и вот на новое место записывают вас программируют программируют на новые на новый какой-то путь то есть когда вы созреть и проснетесь чтобы вас были новые какие-то шаблоны на сова на основе которых вы сможете двигаться дальше да то есть куда вам нужно будет идти у вас идет у вас идет перерождение вот я иначе никак не могу сказать почему потому что выпадает аркан смерти на десятку жезлов да на те трудности которые вас держат в социуме еще до какие-то вот обязательства вот они здесь каким-то образом завершаются здесь этап плавно да вот а это одновременные процессы с одной стороны вас убирает что-то старое освобождают с другой стороны где-то какие-то части вас новые загружаются здесь трансформации когда что когда умирает вот ваше эго счищают его до счищает именно те моменты когда вы были пассивны когда вы не двигались да когда вы вы знаете вычищают здесь идет очищение от того что вы как будто бы были в каком-то сне да была вот эта вот пелена завеса и в тот момент когда вы спали приходили незваные гости в кавычках на вашу энергию и подпитывались вот здесь вот идет вот это вот вычищение но это вот попит подпитка энергетической да паразитами либо сущностями какие-то не знаю она была только с вашего разрешения да почему потому что не было понимание у вас у самих да что такое теневые какие-то аспекты они были у вас они существовали и вот здесь вот очень ярко проигрывалась вот это вы знаете жертва жертва самообичевание лень нежелание что-то делать несостоятельность вот вот это вот должно у вас уйти вот эти вот программы их убирают и должно прийти вот именно полное перерождение заново да чтобы вы но уже не ощущали себя вот ненужным никчемным и не было жалости да вот здесь вот эти вот программы сущности которые питались до создавали вам такие ситуации вот они должны вычиститься здесь вы не силой берете а здесь такое ощущение что ну просто за вас кто-то что-то делает я не знаю почему и для чего но вот такое ощущение какие еще энергии рядом с вами давайте я вот это вот возьму какие еще энергии рядом с вами ну вот прям я же говорила о любви о перерождении здесь выпадает шестерка чаш в этой колоде красивый когда отец с матерью пересматривает здесь я вам видно пересматривают детский альбом да либо себя либо своих детей на заднем плане вот здесь вы видите да как это было да то есть какие-то вот воспоминания прошлого может кого-то здесь на воспоминание прошлого о чем посмотрите это двойка кубков какая здесь до двойка кубков в одной колоде и вот прям на повторе двойка кубка в другой колоде смотрите воспоминание любви воспоминания нежности доброты чистоты ну вот такие вот у вас энергии да они вас просто окутывают для того чтобы вас не ранить еще больше всех трансформациях и переменах которые у вас происходят уже чтобы вам не было тяжело их переносить так еще какие энергии ну вот тушь чаш энергия любви и заботы я говорю наполненности гармонии для чего для того чтобы вы пришли вот к императрице до переродились и пришли к императрице у меня такое ощущение что раньше вы были каким-то пажом пажом кубков да то есть человеком который познает эту любовь а теперь вам вас хотят привести к императрице но никто ее более я низкой части а вот именно инской такой мягкой знаете независимой независимость не в контексте знаете какой-то надменности мне никто не нужен я все сама и сама нет а вот независимая почему потому что как бы вам так сказать вот ваша мягкая женская энергия она излучает то что вам необходимо и она притягивает то что ей необходимо она не берет силой до не продавливает пространство и не по ним не проигрывает жертву пожалейте меня и жалости дайте мне а вот именно такая знаете состоятельность и но она приятная она а мягкая она гармоничная здесь часть императрицы которая связана с внутренней красотой вот на эту внутреннюю красоту которую хотят от вас чтобы вы ее транслировали но опять-таки не не в минусе потому что у вас есть этот минус вот вот этой вот жалости покладистости нет здесь не про это здесь про то что я женщина и у меня по праву вот нести вот эту вот красоту вот это вот мягкость и чтобы мной восхищались и поскольку я просто цветок я есть и моя суть заключается в том чтобы я цвела и и пахла дарила людям вот этот вот аромат и за этот аромат то только чтобы насладиться красотой этого цветка чтобы вкусить вот этот вот запах аромат этого цветка люди готовы делать что-то для вас понимаете есть разница вот к этому вот вас ведут к этому перерождению но чтобы туда прийти в эту императрицу именно в эти ее качества потому что у нее есть разные да она многогранна вот в эти качества здесь нужно ну вот понять вот эту вот красоту и ценность себя то есть вас обучая таким образом ценить и любить себя как влияют эти энергии на вас здесь вы был аркан который называется ловец снов ну сейчас вы парите да сейчас вот вы знаете вы как будто бы сейчас наслаждаетесь наслаждаетесь чем ну наверное тем что по тройке мечей как-то знаете вот ваше сердечко оно исцеляется я не хочу сказать что вот она прям больной а вот именно исцеляется то есть как они исцеляют вам ваше сердце то за что вы цеплялись то что хотели получить вам это не надо было и во многих случаях вы даже получили вот здесь тройка мечей она очень характерная у человека в сердце расцвел лотос и этот лотос говорит так как раз таки может быть не ошибаюсь не лотос алилия но неважно цветок воде сердце а за ним стоит желтый дух и смысл этого аркана заключается в том что человек долгое время хотел что-то очень сильно какое-то свое желание и он его не получил и он расстроился расстроился переживает и он огорчен в том что у него этого нет но карта говорит о том что ты уже давным-давно получил то что ты хотел и то что ты хотел это вот как раз к проявлению от этого духа до желтого цвета за спиной то есть тоже ты хотел ты уже получил но ты на это не обращаешь внимание то есть ты настолько сконцентрирован на то что то как ты воображал то как ты хотел то как ты желал что ты уже твое желаемое пришло ты его не видишь она стоит за твоей спиной. Здесь тебе нужно просто развернуться и увидеть. Оно многократно. Ну, смотрите, какой маленький цветок и какой большой дух по размерам. То есть ты этого не видишь. И сейчас вот это вот исцеление у вас проходит. Как еще влияет? Ну, вот смотрите, девятка луков здесь вот показывает, изображает человека, который сидит, да, он вроде бы связанный. И он не видит помощь духа, руку, которую ему протягивают, руку помощи. Он не готов. Вот сейчас вы, может быть, и не осознаете, не чувствуете, но вот мне кажется, что вот вам дали вот этого ловца снов, чтобы вы как будто бы немножко отвлеклись, а в этот момент идут какие-то исцеляющие процессы, которые вы, возможно, не замечаете. Даже невозможно, точно вы не замечаете, вы не видите, вы не понимаете. Но процессы идут. Да, то есть вот помощь вам, по крайней мере, дается. И что в одном случае, что в другом духе находится за спиной человека, да, то есть вот не видно, вы не находитесь в контакте с ними, вы не понимаете этого, не видите. А чего хотят от вас эти энергии? Тройка кубков. Какого-то вашего расширения. Тройка кубков, она говорит у нас о получении, о создании какой-то новой формы, да, о наполнении ее эмоционально, вот новых форм, новых желаний. Они хотят создать что-то новое в вашей жизни, то, чтобы приносило вам больше удовольствия, да, больше наслаждения эмоционального, да, чтобы произошло какое-то вот расширение. Причем расширение, чтобы произошло по справедливости, то есть вы заслужили. Но здесь опять-таки, знаете, хочется сказать, вот пока от старого не избавитесь, новое не придет. Но вот в вашем случае вам помогают избавиться от этого старого, исцелить. Почему? Потому что здесь отношение к вам, как к ребенку, да, к нежному такому существу, знаете, где-то еще вот эта вот родительская любовь, неверие в то, что вы как ребенок самостоятельно сможете. Потому что, видимо, вам давались какие-то возможности, шансы самостоятельно, но не хватило силы духа, может быть, осознанности. И поэтому вам чуток больше помогают, чем, например, другим людям, которые, ну, справляются, да, могут сами. И вот здесь вот по справедливости, да, что хотят? Хотят вот дать вам самое лучшее, да, то, что вы заслужили, чтобы вот ваши семена прошлого, когда вы вкладывались действительно искренне, веря в что-то хорошее, чтобы они проросли. Ну, я буду в голос очень смеяться. Смотрите, третья колода. И третья колода говорит о двойке кубков. Что хотят? Ну, хотят вам дать вот эту вот любовь, партность, но в первую очередь партность внутри себя, да, принятие, принятие себя. Вот три колоды, и из трех колод вы были двойке кубков. Абсолютно разные колоды, но арканы. Просто прелесть. Просто прелесть. Что хотят вам дать? Двойку кубков хотят дать вам, да, любовь хотят дать, гармонию хотят дать. Но у меня такое ощущение, что вот здесь вот сейчас вы не готовы, просто не готовы принять. И даже если бы что-то пришло в вашу жизнь, во-первых, потому что у вас нет таких понятий, что есть истинная, настоящая любовь, гармония, что это, знаете, это то состояние, не когда вас любят, а это эмоциональная наполненность внутренняя, когда вы любите, и вам кайфово, и вы не привязываетесь к тому, что хотите получить что-то взамен. Вас хотят привести к такому состоянию, к пониманию, что вот эта вот парность, эта любовь, эта гармония, которую вы хотите, она уже есть внутри вас, но сейчас вы ее не ощущаете. И вот вас хотят привести к этому состоянию, чтобы вы почувствовали, что это есть в вас. То есть это не слова о том, что наполненная чаша играли. Нет, это особое такое состояние некого такого экстаза, эйфории, знаете, когда вы начинаете фонтанировать вот этой любовью, и вам абсолютно все равно, на кого вы будете ее изливать. Это будет растение, это будут цветы, это будут животные. То есть объект, на которого вы будете изливать свою любовь, он абсолютно не имеет никакого смысла. Смысл есть то, что вы ощущаете, насколько вам классно в этот момент. Вот вас к этому состоянию хотят привести, к пониманию того, что ты есть фонтан, ты есть источник этой любви, и не просто вы понимаете, что вы такой, а вы это внутри себя ощущаете. Как бы вам описать-то это состояние наполненности? Оно такое необычное в контексте того, что, знаете, иногда я ощущаю вот это вот такое мимолетное состояние, как классно жить на свете. Просто я есть, и это классно. Вот здесь вот это нечто аналогичное. В большей, конечно же, степени, когда просто смотришь на небо, смотришь на землю, по сторонам, на цветы, на растения, и говоришь, боже, какая прелесть, где я живу, да, какие вот райские места. Вот если у вас такого состояния не было, не было вот этого вот экстаза, наполненности, именно наполненности, то есть ты это говоришь не от головы, а это выходит из тебя изнутри. Вот вас к этому состоянию ведут. Очень прекрасное, замечательное состояние. Изначально вам просто нужно излечиться, убрать лишние какие-то сценарии, проявления тионных аспектов, которые у вас есть, я уже озвучивала. Вот, и хотят вас привести. Вот, видимо, сейчас с вами это происходит. Поэтому не старайтесь что-то менять. Здесь вообще не проактивность. Здесь вам просто нужно быть в том состоянии, в котором вы находитесь. Идет момент перезагрузки, да, uploading. Поэтому, как говорится, в компьютере, да, не выключайте, пока не загрузится. Вот не выключайте, делайте что-то, я не знаю, вообще ничего не делайте. Просто будьте, и это самое классное, самое настоящее, то, что вам необходимо на данный момент. Позиция номер три, зелененький камешек. Так, какие энергии сейчас рядом с вами, троечки? Знаете, мне здесь показывают какие-то райские врата, да, и вот этот вот хор, который поет, а-аллилуйя, то есть, ну, наконец-таки, да, что-то произошло, либо наконец-таки ты пришел. Что-то такие праздные энергии. Четверка педаклей выпала. Я просто хочу сонастроиться, знаете, с этим Арканом колода еще достаточно новая для меня, таро-проведение. Здесь сидит король привидения, и у меня, знаете, как-то вот акцент падает на то, что сверху, сверху снисходит свет какой-то. Вот, сверху, да. То есть я на это больше делаю акцент, не на то, что это четверка педаклей, да, какая-то вот стабильность. А здесь как будто, вы знаете, проливается свет на какую-то ситуацию, которая была стабильна. Либо то, за что вы долгое время держались, какие-то ваши, вот, может быть, убеждения, да, по поводу материи, по поводу какой-то стабильности, комфорта, удобства. Сейчас вот проливается какой-то свет на эту ситуацию. Почему улыбаясь? Потому что тройки, вы, либо у вас колесница выходит, либо дьявол ваш любимый. Так вот здесь вышел колесница. То есть, смотрите, четверка педаклей, да, говорит о стабильности, когда человек старается удержать то, что в его жизни уже когда-то было, да, то, что его наполняло, то, что его радовало, какие-то былые его успехи, достижения, да. И сейчас он старается ухватиться за это, да, чтобы, ну, вот, не идти все равно как-то в развитие, в дальнейший путь. Почему? Потому что, ну, здесь причины могут быть разные, да, либо я не знаю, куда мне идти, либо боюсь, неважно. Поэтому я стараюсь удержать вот этот вот комфорт, та известность, которая у меня была, да, какие-то былые победы. И выпадает аркан колесницы, да, то есть энергии такие вам проливают свет на вашу какую-то ситуацию, за которой вы держались, да, которую вы отстаивали, в которой вы были убеждены, что вот это именно правильная позиция, да, в которой я, ну, буду жить какой-то, знаете, вот ваш мотив, девиз по жизни какой был, и вот здесь вот вы ему соответствовали. А сейчас у вас врываются новые абсолютные энергии, которые ведут вас именно к переменам. Неважно, что происходит, сконцентрироваться на какой-то новой своей цели, на достижении, и выйти из этого застоя, из этого комфорта. И выпадает здесь королева кубков. Знаете, королева кубков здесь мне говорит о том, что какое-то вот именно понимание прошлого, да, почему оно было таким, для чего, и двигаться, двигаться здесь должно быть движение, здесь должен произойти некий такой прорыв, поэтому энергии, с одной стороны, они какие-то, знаете, вот я слышу этот кнут, хлыщ, или как он там называется, плетка, вот в воздухе, когда разбивает, разрезает воздух, вот эти вот звуки, да, когда лошадей погоняешь, то есть какая-то скорость, нацеленность. И вот здесь королева кубков говорит о том, что вы не идете на пролом резко, жестко, а именно, представьте, такую водную, водный шар, да, который умеет маневрировать, вот эти вот детские игры есть, когда воздушный шар заходит, это ребенок и катается, да, внутри как-то катится сам шар, вот что-то такое, да, вот это вот как раз-таки защитная энергия королевы кубков, да, вот это вот водное, когда с одной стороны, она может останавливать время, ситуацию, для того, чтобы ее проанализировать, посмотреть, выбрать для себя правильное направление, и двигаться дальше, но она движется, она движется мягко, она лавирует, здесь вот, вот про это, здесь такие энергии, движения, они скоростные, да, есть конкретная цель, к чему я хочу идти, да, но при этом, вот, вы идете мягко, либо, по крайней мере, здесь энергии такие, то есть вы уже не стоите в застой, четверка педагли, вы уже не держите за что-то такое старое, а здесь уже знаете, как будто бы вот, мне показывают, вы держите в руках какую-то монетку, и вы знаете, вокруг была какая-то темнота, вы понимали, что это вот какая-то ценность, да, для вас, и вы в темноте, как будто бы хотели рассмотреть, и вдруг неожиданно пролился свет, и вы увидели форму этой монетки, да, что здесь, и вы поняли, что блин, на самом деле, это не была золотая монетка, была какая-то деревянная, да, вроде бы формы схожие, круглые, но они вам уже не нужны, ну, то есть это не то, за что вы принимали, и вот этот свет, который пролился на эту монетку, вы уже понимаете, что блин, она мне не нужна, и вы ее как будто бы отбрасываете, и идете дальше, то есть здесь какое-то вот осознание происходит, ну-ка я посмотрю еще на это, какие энергии сейчас рядом с вами, вот как раз-таки на четверку педаклей выпадает аркан влюбленных, аркан влюбленных, когда вы определяетесь в своем пути, здесь не про выбор, а здесь именно про веру, про веру в себя, вот вы пролили сейчас, блин, наши мурашки пошли, если мы говорим в контексте древа жизни, вот аркан влюбленных, он у нас как раз-таки говорит про путь Зейн, Зейн переводится как меч, это когда у меча есть две стороны, то есть одна и другая, он же, он либо разрезает, то есть либо причиняет добро, либо причиняет зло, то есть мечом можно убить, и мечом можно, как скальпер разрез, провести операцию нужную для того, чтобы человек выздоровел. Прошу прощения. Так вот здесь как раз-таки тот аспект, когда с верой именно в себя, с верой в свое предназначение, в свой внутренний какой-то путь, то для чего вы рождены, вы идете вперед дальше, не обращая ни на что внимания, то есть вот здесь вот какой-то глубокий смысл, говорящий о том, что то, за что вы держались, вы как будто бы сейчас, знаете, вот вскрыли, определились. Здесь энергии идут такие, которые вам помогают поверить в себя, поверить в свой путь, и двинуться в нужном направлении. Вы знаете, что это за направление, вы знаете, что вам нужно, но вот как будто бы, знаете, веры не было, и вот этот свет, который пролился на какую-то ситуацию, вы ее увидели, и задача этого света заключалась в том, что через это пробуждение, осветление каких-то аспектов, высвечивание, подсвечивание, не забывайте это как хотите, к вам пришел вот этот вот инсайт, и у вас появилась вера. Вот здесь ключевое, это вера. И на колесницу выпадает пашпиндакли, да, то есть то, что ценно для вас. Вот я говорю, какая-то вера в себя, в свою ценность, в свою значимость. И по жезлов. Вот вы начали энергии сейчас, которые с вами, они показывают вам, как туз жезлов. Туз жезлов говорит о том, что вы пишете сами свою книгу. Вот к вам сейчас пришло вот это вот какое-то осознание, да, что вы сам себе хозяин, вы сам себе враг, вы сам себе друг. Но сейчас, знаете, вот может быть раньше вы это головой понимали. А сейчас я не знаю, напишите мне, какая ситуация у вас произошла, какой-то очень глубокий такой инсайт, я не знаю, озарение некое такое произошло, когда вы поняли, и вот то, что вы поняли, это вот изменило всю ситуацию, у вас какие-то вот такие энергии. То есть, понимаете, раньше вас вели, вы не понимали, вас наказывали, вы не понимали, вас как-то, я не знаю, мотивировали, тоже не понимали. И очень много разных моментов было, как бы сделать так, знаете, как маленького ребенка, силком тащу, не идет, давай по-хорошему, тоже не идет, я тебя накажу угрозами, тоже не идет, и уже не знает, как вас двинуть дальше. И вот в конечном итоге пришли к тому, что давай мы покажем, что есть сейчас, и что ожидает человека в будущем. И пускай он сам решает, да, здесь момент какой-то вот такой вот зрелости. То есть, к вам уже не как ребенка, как взрослому подходит, как будто бы с вами сейчас разговаривают. И вот это сработало. То есть, что-то здесь такое сделали, высшие силы, что у вас сработало. Еще давайте на этой колоде посмотрю, какие энергии сейчас с вами. Что это за ситуация, что вас там пролили. Ну вот, ситуация, и выпадает королева жезлов, да, такая храбрая, независимая. Королева жезлов, это водная часть огня. Водная часть огня, это, согласно древу жизни, это лава в природе, как стихия, стихийное проявление, это лава. И это очень, ну, созвучно с тем, что я вам говорила про королеву кубков. То есть, лава, она такая, знаете, мягкая. У нее задача, когда идет извержение вулкана, просто выплескнуть всю эту энергию, но не куда-то конкретно, да, в одном направлении. У лавы есть направление, но она как река, да, она растекается, она может сжечь, но и при этом она может согреть. То есть, если близко подойти и не трогать, да, то тебе будет тепло. А если ты будешь стоять, и она вот тебя окутает, то, безусловно, она тебя сожжет. Поэтому у вас как раз-таки энергии именно вот такие, они мягкие, но не жесткие здесь идут трансформации. А здесь идет, а вот даже не очищение, а здесь идет такое, знаете, вот обжигание. Вот мне показывают, как горелку ее зажгли. Это в кулинарии, в кулинарии, да, когда делают из сахара карамель, если я не ошибаюсь. Я просто видела, да, когда на сахар горелку зажигает, и она, он как-то вот обгорел немножко, да, и превращается в карамель. Вот с вами делают нечто такое, да, то есть вас не сжигают, здесь нету трансформации. Здесь вот как-то, знаете, вам показывают, как можно иначе. Хорошо, еще какие энергии рядом с вами Аркан Справедливости. Конечно же, Аркан Справедливости. Вам дают, у меня ощущение того, что вам показывают вариативность. Вот Аркан Справедливости, он говорит о том, что для того, чтобы принять какое-то решение, человеку дается, ну, либо судей, кто принимает решение, варианты. Вот посмотри на этот вариант, посмотри на этот вариант. То есть здесь вот как-то, знаете, объективно, с одной стороны, а с другой стороны, присутствует вот какая-то серьезность, какая-то взрослая зрелость, да, то есть вас не, как это называется, не принуждают, а вам дают варианты, и говорят, вот выбирай. Но ты обязательно, те варианты, которые вам предлагают, они связаны в том направлении, в котором вам нужно двигаться. И вам здесь говорят, то есть тебе, прежде чем принять какое-то решение, ты должен объективно все взвесить, с одной стороны, применяя свой разум, а с другой стороны, свою интуицию, и соединяя то и другое, ты придешь к нужному решению. Какие энергии еще рядом с вами? Ну вот, королева мечей, да, то есть с одной стороны, это перемены, у вас, посмотрите, как интересно, выпадают почти все королевы, королева кубков, королева мечей, королева жезлов, да, только педакливой не хватает. То есть здесь, в принципе, вот я говорю, многогранность, многосторонность ваша, да, то есть вы можете идти в перемены, то, что я говорила, вы пишете книгу своей жизни, но по королеве мечей, уже имея прошлый опыт, да, вы достаточно так прорицательны, да, и понимаете, куда вам нужно двигаться, и что вам нужно. Здесь не хватает, знаете, решимости какой-то, вот просто сделать, вот, и поэтому тот свет, который пролили вам на ситуацию, вам помогли, как-то поспособствовали, поэтому я и сказала, вера в себя, чтобы вы обрели эту веру, потому что все остальные составляющие у вас уже есть, чтобы вы двигались дальше. Хорошо, как эти энергии влияют на вас, давайте посмотрим. Попадает верховная жрица. я бы сказала, как-то, знаете, вот, мистическим путем, тайным. Здесь ощущение того, что вас как будто бы, я не хочу сказать заставляют, но я просто не могу придумать сейчас какой-то другой глагол, который бы показывал то, что, знаете, вот как будто бы направляют, да, скорее всего, направляют внутрь себя, чтобы вы услышали свой внутренний голос. Как еще влияют? Выпала справедливость, да, на повторе. Как еще влияет? Вам показывают ситуации, знаете, чтобы вы на них обращали внимание, что вот если ты не будешь вот так делать, у тебя будет вот это, да, то есть здесь вот показывают, что посеешь, что и поженешь, ну и дьявол, да, наш любимый, все равно он вышел, три великих аркана. Как влияют энергии на вас? Вот каким-то, знаете, непонятным, необъяснимым, мистическим путем. Почему? Потому что верховные жрицы у нас говорят про мистику, и дьявол, он у нас тоже говорит про мистику, знаете, каким-то вот волшебным путем. Вы это можете не видеть, не понимать, но здесь вот как будто бы, знаете, уже вмешиваются какие-то достаточно серьезные силы такие. С одной стороны, высокого порядка по верховной жрице, да, то есть силы, которые идут напрямую от источника, да, вот именно как раз таки вот эту вот веру, о которой мы говорили, да, как они влияют, вот эта вот сила, да, конкретная по верховной жрице, она как раз таки влияет на вашу веру, проливает свет. Дьявол, он как раз таки у нас соответственен за материю, он в четверке педагли нам указывает то, за что вы держитесь. А справедливость, она как будто бы, знаете, вот отсекает все, что не нужно, все, что не соответствует вашим программам, заложенным, ну, по, изначально по рождению, да, вот здесь вот как будто бы такие программы, вот у меня ощущение того, что вы живете, да, как будто бы как марионетка, и есть некий такой кукловод, так вот кукловод, это такие силы, которые играют в свои какие-то игры, и они не подвластны, вот именно вот этой вот кукле, марионетки, да, то есть там проигрываются какие-то другие, и вы не можете повлиять на это, вы можете просто, ну, как это, знаете, вот принимать то, что свыше было решено, да, все, что свыше было сделано, вот вы это как будто бы принимаете, здесь серьезное влияние идет на вас, так еще они влияют, ну, вот королева жезлов тоже вышла на повторе, влияет на становление вас, да, на становление вашей женской, такой независимости, смотрите, вас не вводят в императрицу, да, где там более мягкие такие энергии, дипломатичные, вас все же оставляет немножко амазонкой, потому что, ну, вот это, это ваша природа, и она вам нужна для того, чтобы вы проявлялись в социуме, то есть если вы будете императрицей, то дело, которым вы занимаетесь, это будет не совсем ваше, то есть вам нужны вот эти вот энергии, немножко такой вот огненной бестии, да, такой стервозности, активности, энергии, вот жизни, да, желания добивать, добиваться чего-то, получать вот какой-то вот амбициозности, то есть вам эти энергии нужны, поэтому вам их сохраняют, и пожеслов выпал здесь, да, то есть ту историю, которую вы сейчас пишете, у вас есть возможность, вам дают этот шанс двигаться так, как вы хотите, но обязательно надо двигаться, обязательно нужно совершать движение вперед, то есть тройки у нас, как ни крути, ни верти, как на какую бы историю мы не посмотрели, везде говорится о том, что вам нужно двигаться, не мытьем-то катанем, да, вас заставят, хотите вы или нет, и здесь проблема в вашем недвижении, вот прям в этом рассказе очень четко подсветилась в том, что вы не верите, вам не хватает веры, веры в себя, веры в то, что вы делаете, потому что здесь вопрос предназначения сразу проходит, здесь профессиональная сфера, королева жезлов, то есть реализация себя в социуме, да, умение проявить, показать, заявить о себе, вот, и по жезлов, в этой колоде, он как раз таки, смотрите, какой он, да, он огненный, у него, так как жезл, да, у него есть движение, он держит в одной руке жезл, который обвивает скелет, да, человеческий, позвоночник, а в другой руке у него змея, то есть у него есть знание, у него есть опыт, ему нужно просто двигаться, но он не верит, огонь сзади поджигает, то есть вот это вот огонь, вот это вот, все горит, все кипит, и нужно просто двигаться, да, а я как-то вот стою, то есть все у вас необходимое есть, просто не хватало веры, уверенности в себе, просто сделать шаг, вот на что влияет, что вы сделали просто, хотя бы один первый шаг, в направлении своей реализации себя, что хотят энергии от вас. Так, шестерка кубков, что-то связанное с прошлым, и вот опять королева кубков выпала. Знаете, оставить вот эти все переживания, волнения, которые у вас были по королеве кубков, позади. Здесь вот ощущение, вы как будто бы хотели, ну вот здесь вот переживание по королеве кубков, эмоциональность, вот, вот ее нужно оставить в прошлом, да, и выпадает башня. Вот это вот ваша неуверенность, да, что хотят, вы сможете приобрести уверенность только тогда, когда вы начинаете действовать. То есть пока вы не действуете, чтобы вы не думали, чтобы вы не читали, чтобы вы не изучали, к вам уверенность не придет, она приходит только через опыт. А вы этот опыт не могли получить, почему? Потому что вы не действовали. Так вот вам говорят, разуешь вот эти вот все сомнения, волнения, переживания, и просто сделай один шаг. Делай один шаг за раз, не больше. И тогда ты обретешь вот эту вот уверенность, опять влюбленной, да, на повторе. ты сможешь определиться. То есть для того, чтобы четко понимать, что ты хочешь, как ты хочешь, для чего ты это все хочешь. То есть надо просто совершать, вот тупо совершать какие-то телодвижения. Здесь по-другому ничего не могу сказать. Что хотят? Девятки педакли вас хотят привести. Королева жезла, девятка педакли. К целостности, к себе, да, именно, ну, стать человеком самодостаточным, у которого все есть, как в материальном плане, так и в духовном. Хотя, чтобы вы перестали грустить, чтобы вы наполнились, да, то есть вас хотят наполнить эмоционально, в первую очередь, чтобы вы получали удовольствие. Здесь нет удовольствия от жизни, да, то есть какое-то некое пресыщение, уже ничего не радует, потому что уже выдохлись, вы даже сопротивляться не можете. Здесь нету сил на какую-то борьбу и сопротивление. Что хотят? Чтобы вы оставили прошлое позади. Шут, вот он держит в своей котомке все то, что ему необходимы, какие-то выводы из своего прошлого, и двигается вперед. И ключевое слово у Шута здесь, в данном раскладе, не обновление и путь вперед, вот, а именно вера. Потому что Шут, это, путялив, это то, что выходит из источника, то есть это вот полное доверие высшим силам, это полное доверие тому, куда вас ведут. Вот это, вы знаете, вот безумие, когда нету страхов, полное отсутствие страха. Почему? Потому что я знаю, что обо мне заботятся, я знаю, что меня ведут, и я знаю, что самое наилучшее, все, что может быть в моей жизни, да, в соответствии с девяткой педаклей, я это получу только, когда допущу сам этого. Да, то есть здесь нужно в это поверить, в первую очередь. А ключевое здесь вера, поэтому он смотрит наверх, в небеса, то есть если вы меня ведете, со мной ничего не случится, поэтому я могу сделать, шагнуть вот в эту бездну, да, вот в эту неизвестность, для того, чтобы получить то, что необходимо, то есть доверие. Здесь я по-другому не могу сказать, и как раз перевернутый аркан Шут, Шута, либо психологические какие-то проблемы, это вот неумение сделать первый шаг, да, и оно у нас как раз-таки очень созвучно, госпожем Жезлов, когда сделай просто первый шаг. То есть здесь у вас Шут проигрывается в минусе, отсутствие доверия, и невозможно сделать первый шаг в эту бездну, да, в эту неизвестность, скорее всего, да, то есть довериться и просто сделать. Вот такие вот энергии были сегодня у нас и по троечкам. Пожелаю вам веры в себя. Жду вашей обратной связи, благодарю вас за лайки, дизлайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, если вы еще не нажали, чтобы получать новые оповещения о раскладах. Вот почему? Потому что в последнее время почему-то YouTube как-то уменьшил просмотры раскладов моего канала. Хотелось бы, чтобы все-таки канал рос и развивался, а не был каким-то таким статичным. Видимо, просто пропускаем и не замечаем. не рекомендует YouTube из-за того, что вот мало просмотров. Прощаюсь с вами. До нового расклада. Всем вам отличного настроения. Всем пока-пока.